Приветствую всех! Сегодня у нас достаточно нестандартная задачка. Нужно найти наименьшее положительное значение x, удовлетворяющее неравенству. И эта неравенство содержит x в квадратных скобочках. x в квадратных скобочках это целая часть числа x. Ну что ж, давайте мы приступим к решению этой задачи. Напомню, что x в квадратных скобочках равен наибольшему целому числу, которое не превосходит x. x, например, если у нас есть 3,4, то если мы заключим это в квадратных скобочках будет 3, аналогично если есть 4 в квадратных скобочках, то получится 4, и если у нас минус 4,5 в квадратных скобочках, то это получается минус 5. Если у вас есть какие-то другие варианты решения, то я буду рад их увидеть в комментариях, пожалуйста, их напишите. А мне на самом деле не очень нравится это x в квадратных скобочках, поэтому я заменю его на какую-нибудь другую переменную, ну допустим на n. Тогда наше неравенство примет вид n в квадрате минус xn плюс 3 меньше либо равно нуля. Давайте мы выразим отсюда x, перенеся xn в правую часть, или все на n. И давайте мы заранее обусловимся, что n мы примем за положительное число, так как нам в любом случае нужно искать x среди положительных чисел, поэтому мы отбросим значения, которые могут быть меньше нуля, ну и равны нулю также. И мы получаем следующее неравенство, x больше либо равно чем n в квадрате плюс 3 деленное на n. И не совсем понятно, а что делать дальше? Ну да, мы получили x выраженное через n, потому что x больше какого-то выражения n. Но нужно оценивать дальше. По определению целой части числа мы можем записать, что x у нас будет находиться в полуинтервале от целой части от x до целой части от x плюс 1. Ну предположим, что x у нас 3,2, тогда 3,2 больше либо равно чем 3 и меньше чем 4. Тогда, раз мы целую часть x заменили на n, мы можем записать это неравенство следующим образом. что x находится в полуинтервале между n и n плюс 1, не включая n плюс 1. Тогда у нас получается система, состоящая из двух неравенств. И если мы решим ее, то это откроет нам путь для получения ответа к этой задаче. Давайте мы поподробнее рассмотрим первое неравенство в данной системе. x больше, x больше либо равен чем n в квадрате плюс 3 деленное на n. Поделим оба слагаемых, n в квадрате и 3, на n. И посмотрим, что получится. А получается, что x больше либо равен чем n плюс 3 деленное на n. В свою очередь, воспользовавшись вторым неравенством, мы можем сказать, что x у нас меньше, чем n плюс 1. И также x больше либо равен n. Следовательно, мы можем написать, что x больше либо равен n. Почему я записал именно сюда данную часть неравенства, а не допустим вот сюда? Потому что при такой записи x все еще больше либо равен чем n. У нас получается такое тройное неравенство. Но мы должны понимать, что n плюс 3 деленное на n больше, чем n. Потому что у нас здесь n и здесь n. А здесь мы прибавляем точно неотрицательное число. 3 деленное на n. Следовательно, если мы к положительному числу прибавим еще положительное, то у нас результат окажется больше. Следовательно, наше неравенство выглядит следующим образом, и оно верно. Тогда я предлагаю выкинуть из нашей тусовки x и рассмотреть только неравенство с n. У нас получается, что n плюс 3 деленное на n меньше, чем n плюс 1, но больше либо равно, чем n. Взаимоуничтожаем n. И у нас получается, что 3 деленное на n больше либо равно, чем 0, но меньше единицы. Равно 0, кстати, 3 деленное n быть не может. Значит, мы можем за место больше либо равно просто написать больше. Когда у нас дробь находится в промежутке от 0 до 1? Не включая единицу. Когда знаменатель дроби больше, чем ее числитель. Следовательно, решение этого неравенства n больше 3. А так как n это у нас целые числа, еще и положительные, следовательно, нам подходят такие n, как 4, 5, 6 и так далее. Все положительные целые числа вплоть до бесконечности. Для начала давайте подставим самое меньше, n. n равное 4. И посмотрим, что у нас получится. У нас получается система, что x больше либо равен, чем 4,75. Это 19 четвертых. Мы получили это подставить за место n, 4, вот в данное выражение. И x у нас между 4 и 5 находится. Это второе неравенство. Следовательно, у нас здесь есть ответ. Полуинтервал от 4,75 до 5. Нам нужно отыскать наименьшее положительное x. Следовательно, здесь у нас наименьшее положительное x это 4,75. Следовательно, при n, равное 4, у нас x будет равняться 4,75. Это будет наш ответ. Но давайте мы рассмотрим еще при n, равное 5. n, равное 5, также дает решаемую систему. Все два условия совместимы. Они могут выполняться одновременно. Но тут уже будет ответ от 28,5 до 6. Также будет полуинтервал. И как мы видим, здесь уже наименьшее значение 28,5 это 5,6. Следовательно, оно уже больше нашего предыдущего ответа. Следовательно, оно нам не подходит. При n, равное 6, 7 и так далее, у нас всегда будут увеличиваться границы нашего полуинтервала. Следовательно, нам нужно взять просто то значение n, при котором наша граница наименьшая. А наименьшее на при n, равное 4, и тогда у нас x будет 4,75. И мы готовы записать ответ. Ответ, x равен 4,75. Найменьшее положительное число, которое соответствует нашему неравенству. Итак, если вам понравилось данное видео, и вы хотите больше интересных задачек, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы знаете другое решение и хотите его предложить, пишите его в комментарии. Я обязательно его прочитаю. А с вами был я, и мы увидимся с вами совсем скоро. До встречи.